Так, сегодня 1 января и я сейчас сел помонтировать. У меня есть небольшой заказ, который нужно выполнить. Я снимал его вчера, 31-го, и пообещал сдать до 5-го числа. Я немного хрип, потому что приболел. Недавно снимал спортсменку, с ней бегал и промочил ноги. Это видео я делаю, потому что недавно прочитал в комментариях, что кто-то попросил, чтобы я записал видео о том, как я монтирую целиком один проект. И сейчас как раз у меня на монтаже нужно сделать минутный ролик. Это магазин. Я сегодня буду монтировать, что-то буду комментировать, что-то не буду комментировать. Проект небольшой, я думаю, что я сделаю его меньше, чем за час. Причем, что у меня уже... Я уже здесь что-то начал намонтировать, ну, как минимум подобрал музыку, а это уже полдела сделано. Перед тем, как тебе начать монтировать, тебе необходим какой-то талисман, который ты всегда используешь при своей работе. По крайней мере, у меня так. Я очень люблю бейсболки и игральные фишки, поэтому они всегда со мной. Когда я обдумываю что-нибудь, подбираю музыку, я перебираю что-нибудь в другие обязательно. Ну, еще и какая-то еда. И вот так выглядит у меня сортированный материал. Это материал с одной камеры. Собственно, съемок было всего пару часов. Нужно было отснять два магазина. В общем, съемка стандартная. Здесь, по сути, нужно было отснять магазин. Здесь стеллажные полки, тапки какие-то, какие-то куртки. Здесь я еще использовал также дрон, чтобы привязать к местности. Я знаю, ты сейчас скажешь, что не очень презентабельный район. Не могу не согласиться, да, но дроном нужно было отснять. Вообще, по-хорошему, нужно было отснять дроном все филиалы этого магазина. Магазин 4 Садона называется. Их всего в нашем городе, по-моему, шесть. Но дроном я отснял только один. Также в этой съемке у меня используется, вернее, в этом видео у меня используется дикторская озвучка. У меня здесь два варианта. Дамы и господа, кибермаркет 4 сезона. 50% абсолютно на весь оптимизм. Так, ну вот, собственно. У меня два варианта озвучки. Вообще, он делает три варианта, но... Короче, я заказывал, типа, озвучку 30 декабря. Мне утвердили текст. Утро мне пишут, что даты акции изменены. И поэтому я попросил изменить озвучку, за что, естественно, доплатил денег. Это, конечно, косяк. Я такое не люблю. Короче, с чего начинается монтаж? Ну, сортировка материала. Здесь ее особо нет. Здесь все подряд идет. Выбираем музыку. Музыку я скачиваю с Epidemic Sound. Очень удобный сайт. У меня здесь месячная подписка. Не помню, сколько она стоит. В районе 10 долларов, если не ошибаюсь. Может, чуть побольше. И здесь я... Если у меня нет какой-то конкретной цели на трек под материал, я просто открываю альбомы. Это заготовленные плейлисты. Начинаю просто щелкать, упираясь в песни. Если же я точно знаю какое-то настроение, я могу здесь нажать в браузере и выбрать себе по настроению. Кстати, Epidemic Sound обновился. Наконец-то сделали такие превьюшки, постеры. С разным настроением. Здесь стало, на мой взгляд, проще ориентироваться. Последние альбомы, Best of Decad, какие-то лучшие за последнее время. И просто открыл первую павшицу песню. Вообще, хотел, чтобы была такая с новогодней тематикой. И выбрал вот такой трек. Он самый первый. Много времени на выбор музыки мне не ушло. Ходит очень много времени на подбор музыки. Но не в таких видео. Обычно я заморачиваюсь с какими-то промо-роликами или со свадебными видео. Я могу под какой-то конкретный эпизод выбирать очень долго музыку. Так, ладно, погнали монтировать. В Final Cut я всегда скидываю вот такой гэп. Отмеряю ровно минуту. Вот здесь у меня вымерено 59,01 секунды. Скидываю вниз трек. Трек я нарезаю, естественно, под минуту. То есть я беру начало и беру конец. Середину я вырезаю. И где у меня примерный бит идет? Давай послушаем. Идет примерный бит, я делаю обрыв. Здесь я сделал резкий переход в музыке, как я считаю. Можно было, конечно, позаморачиваться и сделать его плавнее. Ну, я использую такой, типа, звуковой провал, когда чувак, ну, диктор говорит про скидку. Вот, сейчас послушай. Типа, оплачивай карты, твоя скидка 40. И вставил сначала вот это, воу. Как-то так. Ну и все. Скинул у меня диктор, получается, чуть меньше, чем на минуту. У меня идет буквально несколько секунд. Две секунды их заставка лога. И также две секунды она, скорее всего, будет в конце. То есть, уже нужно намонтировать не минуту, а 56 секунд. Здесь у меня идут заявочные кадры. Они мне сейчас не очень нравятся. Возможно, я их переделаю. Это кадры с дрона и кадры внутри магазина. Просто первые один секунд в музыке идут такие, как бы, разгоночные. Поэтому я здесь не использую. Ну, возможно, я заменю здесь. Либо сделаю какую-то подложку с акцией. Вот что у нас происходит здесь. Заставка. Переход. Начинается диктор. Здесь можно сделать потише. Вообще, по-хорошему, надо всегда перед тем, как начинается речь человека, нужно давать 2-3 секунды на понижение звука. То есть, с зажатой кнопкой Option я ставлю ключевые дикторы. И опускаю звуковую дорожку на минус 3 децибела. В данном случае, я думаю, это будет уместно. Мне не хочется сделать здесь большой такой звуковой плавный переход. Здесь и так подойдет. Здесь потихо и тупо мне не очень нравится. Кстати, голос всегда можно послушать, нажав вот сюда. Нам очень важно, чтобы зеленые полоски не пересекали вот эту отметку 0. Это значит, что у нас перегруза нет. Потому что ты можешь сделать громче, например, сделать колонки громче. И тебе будет казаться, что, соответственно, голос громкий. И наоборот, если у тебя, например, будет звук колонок тихий, тебе будет казаться, что звук голоса тихий, и тебе захочется увеличить здесь гейн. Произойдет, естественно, ошибка. Мы видим перегруз, это больше нуля. Соответственно, так не должно быть. Отменяем. Поэтому, какая бы громкость у тебя в колонках не стояла, на ноутбуке или на компьютере, ты всегда ориентируйся, чтобы зеленые полоски не пересекали 0. Ладно, приступаем к монтажу. Сейчас, наверное, не буду ничего комментировать. А, еще, кстати, такой момент. Я всегда отмечаю на всей звуковой дорожке я отмечаю вот такими марками бит, под которые я буду подстраивать кадры. То есть, выглядит это примерно так. Я нажимаю начало дорожки, ну или там середины, да. Марк, это у нас буква М. И погнал. Я слушаю песню и понимаю, когда будет примерно бит. И, короче, накидываю марки. Это очень удобно, разметить звуковую дорожку. Здесь я уже буду ориентироваться. Ну, я кидаю кадр и подстраиваю под нужный мне бит. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я использовал широкоугольный объектив, кстати, который одет сейчас. Это Olympus 714, дает очень широкий угол. Можешь сам видеть это. И здесь у меня очень плавное параномирование идет. Я использую монопод Manfrotto. Но я хочу сделать его еще smooth. Ну, очень плавное, очень гладкое. Поэтому замедляю на 50%. Я знаю, что у меня этот кадр в 50 fps снят. Нифига не в 50 он у меня снят. Вот это да. Поэтому не удастся это сделать. Но зато он в 4К. Хотя, не знаю, зачем он мне из 4К нужен был. Косяк какой-то. Смотри в информацию о файле. Ну, чтобы не на косяк, в данном случае 25. Мы не имеем права уменьшать. Ну, 2 февраля. Все эти наши... Не очень люблю затягивать кадры. Сейчас это не актуально, как на мой взгляд. И вообще, этот ролик бы я сделал бы сверх резким. Не на минуту, а на 15 секунд. С 10 января по 2 февраля в сети наших магазинов вас ждут скидки. Наших магазинов вас ждут. Магазинов вас ждут скидки. В этом видео мне хочется показать... Ну, во-первых, это информативное видео. Здесь целую минуту диктор говорит о том, что здесь скидки. Рассказывает условия акции. И мне здесь нужно показать огромное количество ассортимента в этом магазине. Конечно, здесь очень много всего. Нужно отразить, короче, условия акции обязательно. И количество ассортимента. Я как раз снимал много общих кадров. Вот у меня здесь стеллажи. Видишь, стеллажи, стеллажи. Возможно, я потом еще к этому ролику сделаю какие-нибудь резкие сторисы. бонусом этому типку. Они у меня давно уже заказывают съемку. Поэтому мне хочется, знаете, каких-нибудь подгонов ему делать по видео. Ну, приятный чувак. Приятные хозяева, конечно. Очень вежливые. Мне кажется, вежливость сейчас в жизни это очень важно. Мне не нравится, что мне хочется вот этот кадр поменять местами с вот этой туфлей. Не знаю. Вообще, под этот звук я бы хотел подобрать что-нибудь более интересное. Музончик бы зашел под какой-нибудь подкастик. Можно будет потом его использовать. Надеюсь, с битом промахнулся. А вон сапоги, смотри, какие. Класс, а? А, где-то не очень получилось. У меня вот здесь места. Мне не хватало встать, чтобы заснять целиком весь стеллаж. Вот так здесь исхитрился, короче. Потихо-кривой кадр получился. Ничего страшного. Не забывай кадрировать. Не забывай кадрировать кадр. Даже если он такой, как этот. Всегда нужно забывать. Не забывать прокадрировать. Просто с ума сойти. Чуваки готовы одеть. Весь город. То, как праздновал Новый год. Что делали? Вчера же Новый год был. Расскажи в комментах, чем занимался он. Если ты вообще до сюда досмотрел, сколько мы уже идем. Я, если честно, не очень хочу монтировать то, что сейчас происходит. Мне кажется, я просто скрин экрана, запись экрана кинул под голос. И нормально. Кому интересно, кто посмотрит. Если ты не увлекаешься монтажом, конечно, не надо смотреть. На весь ассортимент. Да-да, дорогой друг. Да-да, дорогой друг. Это такой резкий переход. Да-да, дорогой друг. Да-да, дорогой друг. Да-да, дорогой друг. Ты не ослышался. Давай кэш. И получай 50. Я вчера Новый год был дома. Что-то я купил вчера рискаря, который мне... Он тоже, смотри-ка, кадр. 25, 4К. Зачем я в 4К снимал? Ничего не могу понять. Купил, короче, рискаря. Джим Бим. Бурбон. Разливает в Кентукки. Очень мне раньше нравился этот вискарь. Вообще особо не пью, не рекомендую. И... Не было классического вискарика. И взял какой-то... Рэд, что-то какой-то там Рэд. А на выходе оказалось, что он вишневый. Блэк черри. Ну, капец. Очень сладкий, приторный. Не люблю такие. Десертное вино можно попить такое. Наш крымский есть такие вина. Сладкие. Типа, например... Мускат, да? Знаешь такое? Массандра. Мускатель там. Такие всякие вещи. Зато вот этот в 50 смотри, пью снят. А, давай. Иди на личный битв и получайся. Личный битв и получайся. И, значит, не пошел у меня этот вискарь. Еще такая тема. Вот привычка, да, там с малых лет. От президента встречать. Новый год. А так как телека дома нет. Интернет. Вчера запарился. Искать, блин, в интернете. Тапки можно добавить. Первый канал что-то транслирует. Только московское время. Первый канал транслирует. Только московское время. В итоге... В итоге встретил без президента. Без президента встретил Новый год. С беспонтовым вискарем. Открыл еще коньяк. Там он мне кто-то дарил. Какой-то дорогой коньяк. Хеннесси. Есть такой, да? Хеннесси иксо. Что-то такое. Бешеный какой-то коньяк. Тоже мне что-то не пошло. Короче, блин, алкашка не мое. В итоге пришли друзья. Два часа ночи с Монополией. Игра престолов. Дал такую? Вот. Но мы так и не поиграли. В итоге они ушли, блин. В пол пятого утра. Легли спать. Встал в день. Ну вот смотри, показал сумку, да? Давай покажем еще одну сумку. Сам себе замечание делаю. Показал сумку, покажи еще одну сумку. Я помню, что я где-то снимал здесь сумка мужская. На этом самом. А, вот она. На крючке. Ты на крючке сумка. Пойдешь сюда. Чик. Типа что в магазине сумки продаются. Все такое. Да, посмотрим, что получается. Получается вообще что-то. Дамы и господа. Кипермаркет 4 сезона поздравляет вас с новым 2020 годом и дарит вам новогодние скидки. Уу! Вас ждут скидки 40 и 50 процентов абсолютно на весь ассортимент. Да-да, дорогой друг, ты не ослышался? Плати на речи и получай скидку 50 процентов на все. Оплачивай картой. Здесь плана пошла. Нормально. Ну, видишь, оптимальная длина кадра. Оптимальная длина кадра, ну, меньше секунды. В одной секунде у нас 25 кадров. Ну, оптимальный шот, это вот чуть меньше секунды. Да. То есть вот здесь, ну, прономирование можно, естественно, дольше делать. Потому что, ну, типа, человек смотрит, ага, нифига себе, сколько там стеллажей. Ну, вот здесь, ну, вот это как бы, не знаю, посмотрим, что здесь можно сделать. Тебе хотел подбить здесь все заменять. Че ты как-то... Да-да, дорогой друг, ты не ослышался? Плати на речи и получай скидку битки. 50 процентов. 50 процентов на все. Слушаю, 50 процентов на все. Майкардой и твоя скидка 40. Выбор за... Твоя скидка 40, выбор за тобой. Ты же кривой кадр. Кубрику бы не понравилась. Еще здесь есть такая шоу Horizon. Horizon. Показать горизонт, короче. Такая штука. Лайфхатчик тебе. Чтобы замониторить кадр у тебя вообще какой. Да, кубрик бы вообще меня слил за такой кадр, конечно. Хорошо, что я не кубрику сдаю. Видишь, вот сразу же кадр туда не подходит. Типа он по перспективе такой же. Но этот... Этот кадр по отношению к этому, вот к этому. Этот кадр, типа, крупный, а этот общий. А мы должны смонтировать через один. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Можно что-то больше здесь придумывать в этом видео, но цель этого видео, чтобы было понятно, что когда скидки проходят и какие-то скидки и показать ассортимент Ну, как мне кажется, получилось довольно информативно Если тебе кажется по-другому, напиши в комментариях Вот здесь я использовал такие штуки скачанные для Instagram Stories Я их иногда юзаю, очень прикольная анимация Самому ее делать довольно запарно, поэтому лучше использовать какие-то вот... Я их называю тайтлсы... титулсы... титулы... Короче, он попросил мне сейчас сделать еще несколько сторисов Вот это видео я поставлю выводить Full HD Назовем 4 сезона И сейчас буду монтировать пару сторисов по 15 секунд Я думаю, что Amazon я ставлю такой же Здесь создаем новый проект Здесь выбираем Custom Соотношение сторон для сторисов 1080 на 1920 25p Хотя... Возможно, на самом деле, можно музыку использовать и другую Какую-нибудь подобрать по резче И здесь я все хочу сделать Он просил, что было прям супер понятно, что это акция Я думаю, использовать для сторисов конкретно Вот эти Instagram элементы от LenoFX Музыку еще можно брать вот здесь Здесь тоже такая прикольная группа Так... Это у меня скопировалось Вот... Есть такая прикольная группа Здесь можно тоже выбирать музыку Она тоже без авторских прав Ну, в смысле, как... Да... Royalty Free Кстати, я скоро хочу видос запереть об этом Уже сценарий написал Эта группа в Telegram Насколько я понимаю Она же И ВКонтакте И есть В смысле-то она же Короче, здесь Можно что-нибудь посмотреть Ну, тогда прикольный музон Наверное, не подойдет сюда Капец, выбор музыки для меня это просто какая-то боль Это просто ужас Так... Ну, я вот ориентируюсь здесь по вот этим штукам Как она называется Ну, такая вот динамичная вот прямо отсюда и возьму Памс Убираем И сразу же размечаю Ритм Арками Как я буду делать И погнали Угу Еще раз Угу 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 рейзер еще нужно какой-нибудь вставить рейзер это такой sound effect нагнетающий такой типа такой вот пишется он так висер вот служили вот это называется рейзер знай такая фишка когда не знаешь как закончить тебя всегда ставь или какой-нибудь переход перед какой-нибудь в общем всегда подзвучивай действие вот смотри как будет так все видишь теперь все понятно мы чувствуем что а еще в конце не помешает добавить такой типа взрыв хит удар хит вот можно такой детский длинный хвост у этого звука конечно добро прям вот так добавляем снизу хоп можно нажимать так сдвинуть вот вещь как получается чуть закричаем так вот и уже у нас идет такой звук подзвучка вот так вот и вот так вот и вот порой так ну вот получилось сделал я три stories закидываю их тоже на яндекс диск и собственно все на этом момента же закончился пиши в комментариях если понравилось это был лайв монтаж минутного ролика для instagram реклама магазина 4 сезона на этом все пока а